Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы читаем Воскресное Евангелие, 8-е зачало от Матфея. Здесь рассказывается о том, как Господь Иисус возвращается в Галилею. Это 4-я голова с 12 по 17 стих. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нафалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит «Земля Завулонова и земля Нафалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной, высиял свет». Отцы церкви обращают внимание на то, что Иисус, услышав, что Иоанн отдан под стражу, он покидает Иудею и возвращается, удаляется в Галилею. Таким образом, научая и нас не вызывать гонений на себя, если есть возможность, уклоняться от этих гонений, чтобы более эффективно совершать свое служение. И мы помним, что еще младенцам вместе со святым семейством они совершили бегство в Египет, уклоняясь от гнева нечестивого царя Ирода. Таким образом, христианин не провоцирует гонения, не вызывает их на себя, потому что церковь с древних времен осуждала таких самодеятельных мучеников и не канонизировала их, которые ради собственного прославления буквально провоцировали недовольство язычников по отношению к себе. Но здесь очень важен духовный аспект. Иоанн отдан под стражу, после этого Христос выходит на проповедь. Иоанн – это самый великий из всех ветхозаветных пророков. Если хотите, это самый зрелый плод на древе ветхозаветной церкви. И Христос говорит, что он больший из пророков. Но меньше в Царстве Божьем, больше его. Это мы знаем. Значит, пленение Иоанна означает пленение закона. Как апостол Павел пишет, что закон ослаблен плотью, и он оказался неспособным поменять жизнь человека. Человек не может в слабостях падшей плоти исполнять закон Божий. То есть дотянуться до небес своими силами, усилиями чисто механическими, исполняя предписания законов для человека практически невозможно. Для того, чтобы выстроить Богообщение с Творцом, человеку нужен посредник. Причем этот посредник между Богом и человеками, как учат святые отцы, он должен быть и Богом, и человеком одновременно. В противном случае он не может быть совершенным посредником. И таким был Господь наш Иисус Христос. Поэтому пленение Иоанна обнаруживает неспособность ветхозаветных усилий только с помощью механического исполнения заповедей, механического, то есть внешнего, без сердечного участия достигнуть Богообщения. Итак, Христос удаляется в Галилею, и он поселяется в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нафалимовых. И таким образом исполняется пророчество из Исаии. Это девятая глава книги Исаии, первый и второй стих. «Земля Завулоновой, земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий». Свет великий – это Христос. Он есть истина, он есть свет. Тот самый свет, который иногда во тьме светит, наших падших сердец, но тьма не может объять его. «И народ увидел этот свет великий, народ, сидящий в стране и тени смертной, им высиял свет». Что значит «сидящим в стране и тени смертной»? У евреев было принято, когда человек умирал, переворачивали его кровать, и родные и близкие сидели на полу, утешая друг друга. Но что может дать человеческое утешение? Здесь как раз образ таких поминок, когда мертвые хоронят своих мертвецов. То есть человеческие усилия исправить ситуацию, то, что является результатом грехопадения, они несовершенны. Они не доведут до необходимого результата. Нужен свет, и свет великий, который должен высветить реальное положение человека в этом мире. Как Христос говорит, «Я есть свет, а вы во тьме ходите». И Христос объясняет, почему те, которые ходят во тьме, они не хотят идти к Нему, потому что во свете обнаружатся их злые дела. Вот единственная причина, настоящая причина, почему люди не хотят признавать Бога над собой. Чтобы во свете откровения не раскрылось бы их плачевное, ужасное состояние, ужасное, позорное для них самих и тем более для окружающих. Но этот свет явился в этот мир. И мы, несмотря на нашу нечистоту, и мы, несмотря на наше несовершенство, двинулись навстречу этого света, мы не хотим пребывать вечно во тьме. И мраки, сидящими в стране и тени смертной, как бы уже при жизни находясь в аду. Сейчас вспоминаю проповедь блаженной памяти отца Дмитрия Смирнова, который однажды задался вопросом, «Ты сомневаешься в аде?» Сказал он и добавил, «А где же ты живешь, родимый? Ты уже живешь в аду, разве ты это не видишь?» Действительно, жизнь без Бога – это ад. Потому что твой собственный ад или рай начинаются в этой земной жизни. И за гробом просто продолжение того, что ты созидаешь здесь в этой жизни. Ад или рай. Как Клайв Льюис говорил, что ад – это дверь, которая запирается изнутри самим человеком, который уже в этой жизни обрекает себя на это состояние жизни во грехе и со грехом. Но такая жизнь невыносима. Такое одиночество, этого вакуума, отсутствие благодати будет вечно разрывать человеческую душу. И уже в этой жизни мы чувствуем стремление ко свету, к теплу, любви, божественной ласки и заботе. Иногда некоторым, чтобы двинуться в этом направлении, приходится достигнуть с самого дна, чтобы, оттолкнувшись, подняться на самый верх. И вот здесь очень важно осознать, что на пути ко Христу самая серьезная проблема – это ладыкийское состояние души. Ладыкийское состояние души – это когда человек не холоден и не горяч, а такой человек теплохладный. Это номинальный православный христианин, который доволен своим состоянием. Лучше быть холодным, действительно погрузиться на самые глубины, где мрак и холод, потому что инстинктивно такой может оттолкнуться, всплыть наверх, он потянется инстинктивно к теплу, а горячий сам согревает. А теплохладный, в таком законсервированном состоянии, самодовольство, таким может оказаться и до смерти. Не холоден, не горячий. При этом у теплохладных христиан такая мысль, что мы богаты, мы ни в чем не нуждаемся, но апокалипсис обличает их. Ты не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и нак. Мы все, сидящие в стране и тени смертной, до момента обращения ко Христу. Но когда свет евангельской веры касается нас, это призыв. Дух Святой, действием призывающей благодати, стучится в наши сердца. Христос стоит у двери твоего сердца. Се, стою и стучу. Дух Божий, о котором сказано, Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. Откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Он носится над водами мрака твоей души, ищет, подбирает ключ к твоему сердцу, чтобы проникнуть в мир твоего собственного персонального ада, где ты заперся изнутри. Но пока ты жив, это значит, есть какое-то наперение Божие. Человеческими усилиями ничего нельзя исправить, и пленение Иоанна является символическим действием в этом смысле. Но Христос уже идет. «И народ, сидящий во тьме и тени смертные, уже увидел свет великий». С того времени, читаемый 17 стих, Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие, Царство Небесное». Пока не замолчал Ветхий Завет в лице Иоанна Крестителя. Христос молчал. Но когда происходит пленение Ветхого Завета в лице Иоанна Крестителя, Христос начинает проповедовать. «Ибо новое вино не вливают в мехи ветхие, иначе и мехи прорвутся, и вино пропадет». Но новое вино вливают в мехи новые. Нужны новые сердца для веры Нового Завета. Открытые души, кающиеся грешники, вчерашние злодеи, мерзавцы, нечестивые, как и сказано в послании к римлянам, Христос умер за нечестивых. Его свет готов объять все и вся. Во свете его доузрим свет вечной жизни в Боге и с Богом. Спасибо всем, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok